Доброе утро, красотки! Давненько я не снимала видео, поэтому сегодня мы начинаем с вами новый влог. Я сейчас нахожусь в ванной. И я вам показывала, что в прошлый раз я покупала себе две вот такие вот масочки Фаберлик. Питательная и увлажняющая. Наверное, сейчас буду делать питательную. Вот, и немножко с вами пока поболтаем. На самом деле, мы тут все немножко приболели. У меня и Саша на больничный вышел, и Кушка в садик пока не ходит. Я тоже тут с горлом мучаюсь. Вот, так что сидим дома, и, соответственно, я ничего не снимала, ничего не делала. Мы по большей степени валялись просто. Смотрели какие-нибудь фильмы, сериалы. Я, кстати, начала смотреть «Черное зеркало». Не начала, точнее, я продолжаю смотреть, потому что в прошлый раз я закончила смотреть на третьем сезоне, а теперь как бы вышел уже пятый сезон, и я вот как раз смотрю. Девчонки, сериал просто обалденный. Масочка, кстати, практически не пахнет, такой прям легкий-легкий аромат. Приятный. Вот, насчет «Черного зеркала». Вот это, знаете, сериал на любителя я называю, потому что он точно зайдет не всем, но я прям в восторге от него. Он настолько уникальный, настолько интересный, и вы 100% не найдете подобный сериал, потому что он реально вот особенный какой-то. Так, надеваю масочку. И что мне больше всего нравится, то, что это не просто, знаете, такой вот, ну, сериал, типа как о чайной домохозяйке, например. Вот он прям, я его смотрела и расслаблялась, да, то есть он такой больше развлекательный. А «Черное зеркало», он вот дает пищу для размышлений, то есть после каждого, после каждой серии вам есть над чем подумать. И я обожаю такие сериалы, поэтому настоятельно рекомендую, если вы до сих пор еще не смотрели этот сериал, гляньте. Я думаю, многим из вас он понравится. На самом деле у этого сериала очень много поклонников. Так, ну что я могу сказать? Маска мне большая. Я всегда говорю, что у меня маленькое лицо, и тканевые маски мне прям, ну, вот сложно найти, чтобы прям рекало совпадало с моим лицом, подходило к нему. Вот у меня, видите, прям за уши эта маска заходит. А вот здесь тоже желательно всегда ножничками подрезать, чтобы маска плотно прилегала. В общем, сейчас я буду с ней ходить 15-20 минут. Пока хожу с маской, решила попить чаек. В этот раз Юля с Максимом из Таиланда привезли вот такой вот крутецкий синий чай. Смотрите, какая упаковка. Тут прям синие такие цветочки. Горох цветы называется. Вот, я еще его сама не пробовала. Юльку уже пробовала, наливала себе. И я знаю, что если его просто заварить, он синего цвета, а если добавить еще лимон, то он превратится в фиолетовый цвет. Такой очень интересно попробовать. Но я решила целый чайник сразу не заваривать. Взяла вот такие вот фильтры-пакетики, которые в Фикс Прайсе покупала. Засыпала сюда чай. И сейчас буду заваривать. Посмотрим, что из этого получится. Ну что могу сказать, ребят? Чай на вкус абсолютно обычный. Такой, как мы привыкли. Но выглядит офигенно круто. Да, Вик? Да. Красивый? Хочешь попробовать? Горяченький только, наверное. Ну что скажешь, вкусно? Да, вкусно. Как компотик, да? Угу. В общем, цвет, посмотрите, просто нереальный. Он что, стал теперь розовым? Он фиолетовый такой стал. Был синим. Был синим, мы тут с Викой эксперимент проводили, да? Лимончик добавляли, он был синим, а теперь стал фиолетовым. Нет, то есть розовым. Да нет, это не розовый цвет, дочь, это фиолетовый. Какой? Как по-английски будет фиолетовый? Вспомни-ка. Я не знаю. Purple. Так, ну что, девчонки, снимаем маску. На самом деле она у меня уже полностью высохла на лице. Я ходила с ней даже 25 минут, пока мы там с Викой чай попили, пока я посуду-мойку разгрузила, загрузила. В общем-то, время прошло. Но, несмотря на то, что сама маска высохла, кожа действительно напитанная, немножечко липкая сейчас. Но я думаю, что у меня сейчас это все впитается и липкость уйдет. Вот, в общем, что могу сказать. Мне масочка понравилась, неплохая, никакой у меня реакции на нее нет. Но, скорее всего, брать ее больше не буду, потому что размер слишком большой. То есть она реально прям, ну, свисала во многих местах. Мне она просто не подошла. Вот, но, в принципе, эффект неплохой. В общем, буду сейчас краситься, собираться, приводить себя в порядок, потому что, на самом деле, много планов. Много нужно, куда сегодня съездить. Нужно заехать на почту. У меня там посылочки с Алиэкспресс пришли. Еще нужно Фаберлик забрать. И хотели съездить с Сашей, с Викой в Хоу. Посмотреть мебель там. Посмотреть вообще, какие там интерьеры. В общем, опять ремонтные делишки. Да, Виколь? Так, ну что, начинаем краситься. Тоналок у меня практически закончился. Вот этот Фаберлик. Артикул 6309. Сейчас я ее буду добивать. И нужно будет искать что-нибудь новенькое. Не хочу повторять эту. Хочется что-то новенькое попробовать. Надо будет золотое яблоко съездить. Давно вообще не покупала косметику. Именно вот так вот приходить в магазины что-то покупать. Я раньше всегда в золотом яблоке брала. А теперь мне как-то, ну не знаю, не получается ездить в центр так часто. И поэтому проще заказать и забрать в ближайшем пункте выдачи косметику. Вот. Но все-таки я соскучилась по той тоналке, которой я раньше пользовалась. Поэтому надо бы съездить и купить. Это тени. Викош, не надо, дочь. У меня ребенок постоянно берет тени и пытается себе накрасить все лицо этими тенями. Виколь, так делать нельзя. Это некрасивый макияж у тебя получится, дочь. Насчет ремонта так забавно. Мне реально зрители запутались, где, что я снимаю. Ну, по-моему, все же понятно, где большое помещение, это родительский дом. Где еще вообще ничего не готово и маленькое помещение, это наша квартира. Но все, как бы у родителей ремонт закончен. Поэтому больше путаницы не будет. Теперь, если ремонт, то это только наша квартира. Что там, на какой стадии? Там сейчас выравниваются стены. Девчонки, стены капец, какие кривые. Уже купили больше 40 мешков штукатурки. В зале стены он выровнял. Сейчас принялся за кухню. Еще параллельно занимается электрикой. Все это вывозит, все розетки. Вчера мы встречались с мастером, который будет делать нам кухню. Все обсудили. Он показал, ну, приблизительно, да, с проектом обсудили. Тоже сказал, где какие розетки нужно выводить, да, под духовку, там, под холодильник и все такое. Кстати, насчет холодильника. Девчонки, хотела с вами посоветоваться. Есть ли у кого-то из вас встроенный холодильник? Потому что, ну, с эстетической точки зрения, мне хочется закрыть его, да, и сделать встроенный. Потому что это будет, ну, такой уже полноценный, законченный вид. В кухне. Вот. Но, с другой стороны, все говорят, что он маленький. Вот. И, ну, подороже немножко, да, получится, чем обычный холодильник. Меня смущает только то, что он маленький. Вот. Но, в принципе, для троих, опять-таки, да, мы как бы не так много едим. Ну, как бы, я имею в виду, не складируем в холодильнике много еды, потому что мы приготовили, съели. На следующий день опять приготовили, съели. И если там что-то остается, то это не так много. То есть весь холодильник это не будет занимать. Поэтому, мне кажется, для двоих взрослых и одного ребенка встроенного холодильника вполне хватит. Я не собираюсь там хранить кастрюли, сковородки. Все это буду перекладывать в контейнеры. Поэтому, девчонки, посоветуйте, пожалуйста, у кого есть встроенные холодильники, как вам вообще они в эксплуатации, нравятся, не нравятся. Стали бы вы в следующий раз там покупать встроенный холодильник также, или бы поменяли его на обычный нормальный холодильник. В общем, буду ждать ваших отзывов. Мне сейчас, как никогда, кстати, будут всякие рекомендации полезные. Так что жду. Еще из новостей. У нас там установили скрытую дверь в гардеробную. И, в принципе-то, ничего больше не произошло. Я уже давно, на самом деле, не ездила к нам туда в квартиру. Не смотрела, что там новенького, интересненького. Но сегодня, может быть, получится. Съездим, да? Потому что мы сегодня все вместе будем с Сашей, с Викой кататься по магазинам, по делам. Может быть, и до нашей квартиры доедем. Викушка там, кстати, еще ни разу не была, не смотрела. Но мне кажется, ей пока не особо это интересно. Да! Да? Был бы там ремонт, скажи, я бы с удовольствием съездила. И мы там смотрели игрушки, а я опоздала домой. Насчет проекта кухня. Я вам это покажу уже во влоге ремонтном, когда будем обсуждать, да? Но просто многие спрашивают, что там они в Икее насчитали, насколько вышло. Та кухня, которая мне понравилась, я сейчас вставлю картинку, да? Ну, прям как мне хочется, чтобы она выглядела. Она вышла у них в 192 тысячи практически. Это вместе с освещением, но без техники. Проект у нас практически такой же, но все равно будет отличаться. Я вам потом тоже покажу это все в ремонтном влоге, да? Здесь уж не буду спойлерить. Это у нас обычные влоги, да, с вами. Просто скажу, что в Икее меня не совсем устроила кухня по размерам. Потом это все объясню и расскажу, почему. Просто девчонки просили быстрее рассказать о стоимости кухни и показать картинку. В общем-то, я вам здесь ее показала. Все остальную информацию буду уже рассказывать во влогах ремонтных, потому что это все-таки касается именно этой темы. А сегодня, в общем, решили съездить в Хофф, просто посмотреть, да, какая там мебель, посмотреть, может быть, там что-то приглянется. Вообще сейчас часто ездим по таким магазинам, как Леруа, Мерлин, Мегастрой, Максидом и прочее. Икее там, да, вдохновляемся, интерьеры всякие смотрим. И еще я вдохновляюсь, конечно, картинками на Пинтересте, потому что там, ну, реально очень классный интерьер. Все очень стильно, красиво и ярко. Вот. И знаете, что самое тупое? Вот когда ты находишь интерьер, который прям вау, прям вот очень он тебе понравился, и ты ходишь там, смотришь похожую плитку, да, или похожие обои, и ты не можешь найти эти материалы. И вот это самое обидное. То есть ты представляешь, что ты хочешь, да, какую картинку, но ты не можешь ее создать, потому что нет материала для этой картинки. В общем, это реально тяжело в этом плане. Ты себе рисуешь одно, а в итоге получается все равно совсем другое. Ну, может быть, похожее, но все равно не то, что прям ты увидела. Туша у меня, кстати, тоже высохла. Последний раз брала Фаберлик. Вот такая вот маскара Volume Art Фаберлик. Она мне вообще не понравилась, девчонки. Я вам ее не советую. Блин, не фокусируется. Вот. Не советую почему. Во-первых, это постоянные вот эти вот круги под глазами. Она осыпается, очень осыпается. Может быть, когда она совсем новая, нет такого эффекта, но потом прям вообще дико сыпется. Поэтому не советую вам ее брать. Хотя отзывы были довольно неплохие на нее, но я вам ее не советую. Так, ну что, реснички готовы, брови тоже. Теперь контуринг. Кстати, девчонки, еще решила поднять тему рекламы на моем канале. А недавно мне девушка написала, Тая, почему вы не сообщаете своим зрителям о том, что у вас видеореклама? Почему вы вводите своих зрителей в заблуждение, да? Не знаю, мне кажется, это настолько очевидно, да, когда в видео появляется реклама, которая проплачена. В общем, я решила с вами посоветоваться и узнать, насколько вам важно, чтобы у меня было в начале ролика прописано, что это product placement, да? Если это так, то я спокойно буду оставлять, да, то есть сообщать о том, что в этом видео реклама оплачена. Но я хочу, чтобы вы знали то, что я беру на рекламу только то, что либо мне самой очень интересно, либо я знаю, что 100% понравится моим зрителям. Я очень много от чего отказываюсь, поверьте мне. Бывают очень заманчивые предложения, да, я имею в виду в финансовом плане, но я не беру их, потому что я знаю, что это не актуально для моего канала. Я знаю, что, ну, как бы у меня, вот, допустим, аудитория там в основном девочки, мамочки, да, женщины, и смысл мне брать там на обзор какую-то мужскую, классную, спортивную, дорогую одежду. Зачем? Я знаю, что это не зайдет и воспримется не очень тепло моими зрительницами, поэтому я беру только то, что интересно нам, девочкам. Поэтому насчет рекламы на моем канале вы можете быть абсолютно спокойны, да, я советую только то, что мне реально нравится. Даже если что-то мне прислали на обзор, и мне это не понравилось, но при этом, как бы, реклама оплачена уже, да, я все равно скажу свое мнение, если мне что-то не понравилось, я всегда говорю о каких-то нюансах, о каких-то мелочах, которые меня не устроили, да, потому что я хочу быть с вами максимально откровенной. И у меня нету цели кого-то обмануть, побольше денег заработать, поверьте, это не так. Но если вам будет спокойнее, если я буду в начале ролика указывать, что в видео содержится прямая реклама, дайте мне об этом знать. Так, еще носик обязательно, вот таким вот образом. Сужаем, по низу прохожусь, и вот так вот тоже. Мама, сколько это стоит, а? Не, я не помню, Викуш, сколько стоит. Так, и осталось мне нанести хайлайтер, у меня палеточка вот такая вот от Стеллари. Наношу вот таким вот образом. Я не знаю, правильно это или нет, мне нравится так. Ну, в общем-то, мне осталось накрасить только губы, но я сейчас этого делать не буду, потому что хочу еще перед отъездом покушать. Буду сейчас сушить волосы, голову. Виколь, скажи, увидимся с вами в магазине. Увидимся с вами в магазине. Пока-пока. Пока-пока. Так, ну что, мы уже заехали на почту, заехали в Фаберлик, забрали. Мне тут, кстати, пришло три посылочки из Китая. Дома все покажу. А теперь едем в Хово, да, Виколь? Да. Да. Красота, какая вкуснота. Так, нам вот сюда. Сразу идем на второй этаж, потому что там мебель. Здесь мелочь всякая. Так, ну что, сейчас будем смотреть диваны, тумбы, столики. Тут полно всего. Смотрите, вот такой вот есть прикольненький диван. Довольно большой, угловой, серого цвета, как нам нравится. У него здесь, получается, выдвигается. Получается, спальное место стоит такой сейчас со скидкой 21%. 35,999. Это дешевле, чем в Икеа. Ну, кстати, он очень приятный. Вик, с ногами не залезай. Очень приятный. Я на него села. Он прям мягкий такой, хороший, уютный. И вообще сама ткань такая приятная. Еще рядышком стоит вот такой диван. Это новинка. Он в бежевом таком цвете. Красивенький. Стоит 33 тысячи тоже сейчас со скидкой. А так стоит 46. Угловой диван-кровать Милан. А тот, сейчас скажу, как называется. А этот называется Риттер. Тут уже кровати. Тут диванчики. Ну, тут они такие все большие, огромные. Нам, конечно, в зал надо побольше, пошире. А на кухню хотелось бы поуже. О, у меня, кстати, родители скоро тоже будут искать диван. Нам надо какой-нибудь вот такой вот большой угловой диван. 150 тысяч такое стоит. Хожу я тут, значит, хожу. Нашла своих. Сидят, балдеют. Вик, тебе нравится кресло-качалка? Да, это классная штука. Комодики всякие разные. 6 600, 6 тысяч. Ну, честно, мне здесь ничего не бросается в глаза. Как-то не цепляет. Не знаю, почему Ikea мне в плане комодов нравится гораздо больше. Здесь много вот таких всяких открытых полочек, шкафчиков, стеллажей. Вот такие вот есть варианты. Тумбы под телевизор. Это 19 стоит. Вот это 17. Вот такой есть вариант тумбы. 13 тысяч. Тут уже с деревом. Ну, в общем, как-то не знаю. Вот почему-то здесь я никогда не нахожу себе мебель, которая мне нравится. Прям в Ikea совершенно все иначе. Мое любимое зеркало с лампочками. Только здесь холодный свет в Ikea. Теплый. Хотя там и холодный тоже есть. Но тут прям классно макияж делать. Все лицо видно. Все подсвечено. Кстати, в Хофе очень большой выбор столов. Вот если сравнивать с Ikea, тут, видите, прям вот целый зал. И прям очень-очень много всяких разных вариантов. Сейчас тоже будем смотреть, потому что мы ищем нам на кухне какой-нибудь белый стол. Может быть, белый с заставками деревянными какими-нибудь. Посмотрим. Кухню вам тоже немножко поснимаю. Тут тоже есть классенькие такие варианты. Там еще кухня целая, целая прицелая. Целая прицелая кухня. Тебе нравится такая кухня, дочь? Борю. Кухня называется Амели. Такая стоит 91,660. Так, а как в углу сделано? Ну вот у нас так же будет в кухне тоже вот так открываться и туда будет уходить. Только единственное, я вот раковину буду брать просто вот такую вот, без вот этой части. Мне она не нужна. Такая корзиночка здесь стоит. В ней бутылочки для масла, для уксуса бальзамического. Сколько я весла? Не знаю, дочь. Так, что-то цену не могу найти. Не знаю, сколько они стоят, но выглядит прикольно. Кстати, раньше, еще до того, как задолго до того, как мы получили квартиру, я всегда думала, что у меня будет глянцевая, 100% глянцевая, белая или серая кухня. Вот с такими вот ручками, ну типа незаметными. Но, когда мы стали заказывать кухню, я сидела на Пинтересте, смотрела всякие картинки. У меня получилась совершенно другая кухня. Потом расскажу, почему у меня будет совершенно другая кухня, не глянцевая, не вот такая вот, без ручек практически, да. В общем, планы мои поменялись. Смотрите, какие прикольные эти декоративные цветочки. Такая вот шапочка сверху надевается. Выглядит, кстати, очень симпатично, но единственное, что меня смущает, это такой яркий, ядовитый зеленый цвет. Был бы он более приглушенный, был бы вообще классный. Я бы взяла такую себе в качестве декора на кухню, например. Вот такой вот есть еще вариант кухни. Сервировочка. Сейчас покажу вам, смотрите. Та-да-да-дам! Такая вот белая глянцевая кухня и зеленый просто фартук, вырви глаз. Обалдеть! Нет, я бы на такой кухне не смогла долго находиться, честное слово, потому что меня бы начал напрягать этот зеленый цвет уже через полчаса. 222 тысячи такая стоит, ну, 223. Римини называется. Ну, какая прикольная хлебница, смотрите. Тоже зеленая. Они вкусные такие, но их нельзя покупать. Что ты там нашла? Ягодки, но их нельзя покупать. Ягодки нельзя покупать, потому что они не настоящие, да? Это просто декоративные ягодки лежат тут. Противные. Противные. Такая уютненькая зона. Еще нашли вот такую вот серую кухню. Встроенный холодильник, духовка удобно расположена. Такая вот обеденная зона. И нравятся мне вот такие вот штуки. Тут прям можно даже и не только всякие масла, уксусы, вина хранить, а что-то, например, даже крупы. Удобно. Да, Виколь, тебе нравится такая? Классная. Открытые полочки. Кстати, здесь встроенный холодильник Bosch. И вы знаете, ну вот честно, я бы не сказала, что он маленький. Нам на троих такого вполне бы хватило. Тут вот эта, кстати, полочка удобная. Такой подончик, например, как котлетки замораживать, пельмешки там, да? Удобно. Для фруктов, овощей, лоток. В общем, по размеру меня устраивает холодильник. А наверху, видите, делается еще шкафчик. Так что, скорее всего, будем встраивать. Смотрите, какая люстра. Ну, это такая чисто классическая кухня. Смотрите, какие стулья. Цветы, сервировочка. Тарелки, кстати, красивые. Смотрите, какие. Такой буфетик симпатичный с открытыми местами для хранения. Так, а внутри босуда. Здесь стеклянные полочки. Смотрите, какую кухню нашли. Здесь так интересно сделана вот эта зона, где готовят. Плита как бы утоплена в каком-то камине. Интересно, удобно так готовить или нет? Есть у кого-то из вас такая плита? Да, и по бокам, видите, вот такие вот бутылочницы. То есть готовишь, надо тебе масло достать, достаешь. С этой стороны тоже так же сделана бутылочница. Но выглядит необычно. Так вообще, интересно. Все в шкафчиках. Тут духовка, плита. Здесь мойка. Смотрите, тоже, да, продумано место для хранения бутылок. Двойная раковина. Но вот это мне место, конечно, никогда не нравилось. Я считаю, что вот такая вот сушилка, она просто съедает место на столешнице. Мне проще положить коврик, высушить посуду и этот коврик убрать. Есть варианты вот таких вот узеньких угловых диванчиках на кухню. В разных цветах, разные материалы. 23 тысячи. Это тоже 23. Так, еще есть вот такой вот вариант за 18 тысяч рублей. У него, походу, выдвигается, да, и там ящики для хранения, что ли. А, тут спальное место, смотри, Саш, написано. Спальное место. Полуторка, да? Или односпальное какое-то. Из таких узеньких, маленьких кухонных угловых диванов нам больше всего понравился вот этот. Ну, он, конечно, из эко-кожи, который мы не очень любим. Это раз. Он, кстати, сейчас со скидкой идет за 16 тысяч вместо 20. Угловой диван. У него тоже, по-моему, да, у него тоже есть спальное место. 100 на 177. Цвет молочный с отсеком для хранения. Вот. Ну, он, конечно, не такой удобный, как диван будет. То есть, ну, как... Это просто обычный стул, обшитый. Такой слегка там набивка есть, да? И сверху эко-кожа. Вот. Но он, конечно, неуютный. То есть, на нем сидеть не так комфортно, как на обычном диване. Поэтому все-таки постараемся найти диван. Просто поуже какой-нибудь. Нашли тут диванчик, который нам тогда в Икеа понравился. Ну, что-то отдаленно напоминающее на эту модель. Тоже на деревянных ножках. Называется Дакота, но стоит он, конечно, подешевле. Тут 30 тысяч он. Так. И спальное место у него есть, нет? Спальное место 140 на 195. Высота... Ой, глубина сиденья 64 сантиметра. Вот такие вот у него характеристики. Разные цвета есть. Такой симпатичный, кстати, довольно мягкий я присела. Неплохой. Быстренько покажу. Поснимаю вам столики. Какие тут есть варианты. Без цен быстренько. Вот такой, кстати, есть. Белый стеклянный. За 7,899. Вот такой за 11. 10. Тоже 10. Это совсем маленькие, стеклянные. Николь, кого взяла-то? Покажи. Ну, покажи. Я же его не вижу. Ух ты. Я люблю ходить в люстры, смотреть. Столько разных вариантов красивых есть. Вот такие мне, конечно, очень нравятся. Вообще очень красиво смотрятся. Смотрите, какое прикольное кольцо. О, у него есть тут вон режимы. Классные. Ковры. Родители тоже взяли. Сейчас смотрят, присматривают ковры всякие. Но мы, кстати, с мамой смотрели. По-моему, в Костараме самые-самые низкие цены были. Даже в люра был дороже ковер. Ой, смотри, какие. Мишку нашли, да? Вик, тебе за 6 тысяч? Ничего себе, Мишка. 6 тысяч за что? В Икее такой 2 тысяч стоит. Ну, он, правда, без мордочки Мишки. А что у него там? Из чего он сделан-то? Китай. Светла новая кость. Непонятно, из чего сделан. Стоит 6 тысяч. Вы что, ребята, сумма что-то сошли? Вот такие всякие меховушки тоже есть. Как в Икее, но только в огромном-огромном размере. За 16 тысяч. За 13. Дошли до дела с посудой. Сейчас будет много красоты. А может быть и нет. Очень приятные цвета, кстати. Такой вот мятный, голубой. По 119 рублей. Вот такие вот тарелочки. По 159. Такие вот пиалки. Такая тарелочка за 238 рублей. Классная. Нравится вообще везде, где есть такие вот бамбуковые крышечки, вставочки. Красиво смотрится. Подносики есть всякие. Есть за 1400, за 1300. Вот такой вот по акции сейчас за 799. Даже дешевле, чем в Икее. Там 1200. Вот такие вот ящики для чая. Очень удобно, кстати, так чай хранить. Такой ящик для соли. 749 для чая. 779. Классно. Для подачи такая доска. И еще смотрите, какие здесь есть корзинки для хранения, например. Грязного белья или игрушек. С собачками, зебрами, бегемотами, жирафами. Так, ну что, девчонки, мы уже вернулись домой. Сейчас, как обещала, покажу вам все посылочки. Начнем мы, наверное, с вами с Алиэкспресс. На самом деле, уже давным-давно там ничего не заказывала. И в этот раз, чтобы меня прям пробило, захотелось мне цветы декоративные себе заказать. Заказывала все у одного продавца. На картинке выглядело все очень натурально, симпатично. Отзывы тоже были неплохие. Значит, я взяла 4 вот таких вот букета. Смотрите, как красиво смотрится. Очень похоже на натуральные, кстати, цветочки. Я взяла вот такой вот нежно-розовый цвет, такой вот сиреневый, молочный и вот такой ярко-розовый относительно вот этого. В общем, девчонки, сразу говорю, нет смысла брать один вот такой букетик, потому что он смотрится, ну, куца, так скажем. А если собрать целый букет, то смотрится очень даже неплохо. Сразу скажу, запах у них не очень приятный, но это все выветрится. И даже, несмотря на то, что я только что их достала из упаковки, они смотрятся очень даже презентабельно. Мне так кажется, на первый взгляд, по крайней мере. И еще помимо вот этих вот, я так понимаю, тупионы, да, заказала другие. Гортензии, очень похоже на гортензию, по-моему, здесь. В зеленом цвете вот такой вот букетик и в таком вот молочном. Тоже, видите, симпатичные. Я их взяла тоже для того, чтобы вставить вот в этот большой букет. Ну, в любом случае их можно между собой сочетать, что-то убирать, да, что-то добавлять. Допустим, вот эти штучки очень классные, у них цветочки, да, свисают зеленушки всякие. Сейчас собрала вот такой вот букетик, посмотрите, какая красота. Ну, ни за что же не скажешь вот так по видео, что это не настоящие цветы. Вот выглядит очень натурально, посмотрите, со всех сторон. Супер вообще, я очень довольна заказом. Я сразу скажу, что это не самые дешевые цветы, то есть я выбирала по отзывам, чтобы все было отлично, да, чтобы максимальное количество звезд было у продавцов, чтобы больше было хвалебных отзывов. Обязательно, если соберетесь покупать, всегда читайте отзывы, это очень важно. Напишите в комментариях, как вам такой букетик. Ссылочку, кстати, если вам нужно, я оставлю в описании под видео, так что пользуйтесь. Вдруг кто-то сейчас тоже в поисках, да, не знает, где можно красивые цветы найти. Вот, пожалуйста, Алиэкспресс нам в помощь всем. Следующее, что я заказала, это была гирлянда. На самом деле уже давно, я им давно положила ее к себе в корзину, но что-то так не покупала. Сейчас как раз батарейки уже вставила. Работает она от трех пальчиковых батареек. Сейчас включу и посмотрите, как она светится. Такая довольно яркая, очень теплый, приятный свет. Удобно, что она, это как проволока. То есть я ее взяла для того, чтобы, видите, она прям тоненькая-тоненькая вот такая вот. Удобно в какую-нибудь баночку положить, например, да, как декор, чтобы там все это подсвечивалось. Очень красиво, очень легкая. Абсолютно какая-то была бюджетная. По-моему, рублей 200 стоило. Здесь 5 метров, насколько я помню. В общем, длинная, длинная очень. Поближе показываю. Супер, тоже можно заказывать. Если интересно, ссылку могу оставить. Так, и последнее, что у меня здесь лежит, это чехол на телефон. Правда, заказывала это для вы, чехольчик. Она сама его выбирала. Он силиконовый. Вот такой вот чехол. С цветочками. Тут такой глянцевый. А сам он силиконовый. То есть мягкий, но по бокам. Тоже, кстати, силиконовый, просто он плотный. Силикон, как бампер такой получается. В общем-то, на сегодня это все посылки с Алиэкспресс. И я поняла, что я очень по ним соскучилась. Так классно получать, распаковывать. Так, теперь давайте Фаберлик. Прямо по порядку буду доставать. Витаскиваю, что в этот раз заказала. Взяла влажные салфетки для экранов и мониторов попробовать. Я до этого брала фикс прайсы. Они там стоят 99 рублей. Классная, очень-очень удобная вообще вещь. На самом деле, телеки протирать, телефоны, ноутбуки, телевизоры. В общем, все-все-все можно им протирать. Здесь 30 штук. Посмотрим, затестим, потом расскажу. Еще в этот раз заказала себе, опять повторила покупку. Это теплые леггинсы из хлопка. Я сейчас, кстати, тоже в них обалденные, девчонки. Настолько крутые леггинсы. Я заказала себе еще такие же, но на размер побольше. У меня в черном цвете размер М. До этого брала Эску. В принципе, сидят они отлично, но решила посмотреть просто разницу. Какие будут они. 200Д. В общем, вот присмотритесь. Обалденные. Просто от души прям советую. Вот такое вот сделала попробовать шампунь. Для активного роста волос, с аминокислотами для всех типов волос. Технологии, питающие уход. Очень приятный аромат. Посмотрим, как будет в действии. Так, еще повторила свой любимый шампунь, восстанавливающий умный кератин. Я про него вам уже рассказывала неоднократно. Я его очень люблю. Аромат безумно приятный. Аромат просто тащусь. И только сегодня я вам говорила, что у меня закончилась тушь. Взяла в Фаберлике вот такой вот тушь. Не знаю, сфокусирует. Нет. Вот такая вот, в общем. Артикул 54-62. Я ее еще не пробовала, не открывала, не смотрела. Давай сейчас. У нее, по-моему, силиконовая щеточка, если я не ошибаюсь. Да. Я такие щетки не очень люблю, но решила попробовать. Вот такая вот, видите, силиконовая она. Толстая, широкая. Все, как я люблю. Посмотрим, потом расскажу. Также всегда в Фаберлике заказываю стиральный порошок. Вот такой вот для цветного белья. Артикул у него 115-26. Мне очень нравится. Он концентрированный. И буквально там 1-1,5 мерной ложки достаточно на целую стирку. Так, еще взяла водный освежитель воздуха. Вот такой вот, свежесть фруктов. Так, открывается он, кстати, прикольно, мне нравится. Видите, здесь такая штучка, пимпочка. Так, чик, чик. Ой, кстати, очень приятный аромат, такой свежий, непритерный. Классный. Еще решила я, по вашим рекомендациям, взять вот такие вот влажные салфетки универсальные. Тоже многие хвалят, многие берут. Здесь 30 штук. Цену не помню уже. Артикул 115-50 тоже будем тестировать. Давайте посмотрим. Так, еще вот эта обалденная вещь, девочки, универсальный жидкий спрей пятноводитель. Я уже вам о нем рассказывала. Очень крутая штука. Он у меня очень классно сработал на белых рубашках, на белых футболках, там, где, знаете, самые грязные места. Воротнички, манжеты, подмышки, да, пачкаются от дезодората, от пота. Перестиркой прям пшик-пшик-пшик, буквально 5 минут полежала, закинули, все идеально белое. У меня прям вот шикарно справилось это средство. Вот с такими пятнами. Так что присмотритесь. Еще взяла себе вот такой жидкий концентрированный стиральный порошок. Вот, кстати, жидкие стиральные порошки Фаберлики я еще не брала. Решила затестить, посмотреть. Артикул у него 112-23. Будем пробовать. Также я взяла еще жидкий концентрированный стиральный порошок для белых тканей. Я решила, в общем, полностью затестить вот эти вот гели. Вообще, я с ними не очень дружу. Мне всегда кажется, что гели нужно прям много-много налить, чтобы хватило на стирку. Но подружка мне вот прям вот постоянно говорит о том, что я только гель, мне намного больше нравится. Ну, я тоже слышала, что гели лучше в плане того, что они в любом случае вымываются хорошо, да. Так, что у меня здесь еще? Вот такой вот ультракондиционер с аромокапсулами. Я его уже не первый раз беру, мне очень нравится. Аромат у него, правда, очень приятный. Белье хорошее, мягкое выходит, поэтому тоже могу посоветовать. И еще взяла вот такой вот кондиционер для белья, тоже постоянно его беру. Это у нас защита цвета и волокон 2 в 1. Придает мягкость, возвращает цвета, цвета и яркость красок, защищает волокна ткани от повреждения и одежды от растягивания. Мыло для кухни, устраняющие запахи с ароматом яблока. Я очень люблю средства для мытья посуды с ароматом яблок. Просто нереальный какой-то запах, прям обожаю. Да, мыло пахнет точно так же, супер. Я все хотела поймать освежитель воздуха тоже с этим ароматом, но никак не могу его достать, потому что его нет в наличии, видимо. Я его добавляю в корзину и он сразу же удаляется. Я так понимаю, что это говорит об отсутствии этого товара. И взяла также таблетки для посудомоечной машины. Меня они полностью устраивают. Никаких нареканий нет. Посуда, в принципе, выходит чистая. Мне нравится то, что нет вот яркого аромата. У нас потому что сейчас в Ферре таблетки для посудомоечной машины. Там даже не таблетки, а капсулы. И они оставляют такую прям яркую дужку на посуде, особенно если это пластик. Поэтому вот эти таблетки мне нравятся гораздо больше. Заказала сразу две пачки, пока они были в наличии. В общем, в принципе, все. На сегодня весь такой заказ. И, наверное, на этом мы с вами закончим сегодняшний влог. Такой у нас получился не очень информативный, не очень мотивирующий. Не было уборки, готовки, как вы любите. Но обещаю в следующем влоге обязательно приготовим с вами что-нибудь вкусненькое. Поэтому обязательно приходите в гости. Я вас всех целую, обнимаю. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok